Доктор Джереми Жидкости Сексуальной жидкости Надеюсь, она не подумает, что я правда, доктор Первый секс Елены И это был лучший секс в моей жизни Интересно, почему? Вроде дело, всё как обычно Поцелуй, член, язык, член, спереди, сзади, обнимашки Стандартный набор Ты не погладишь мою блузку по-быстрому, Джесс? Да, конечно Зачем я это сказал? Я же никогда не гладил В жизни не гладил Я даже не знаю, куда батарейки вставлять Блин, я влюбился Я влюбился в Елену Мать твою, за ногу я влюбился Точно влюбился? Господи Битва с пузом Там ребёнок размером с круассан Пугающий, портящий жизнь ребёнок-круассан Во-первых, мы хотим знать заранее, мальчик это или девочка? Не уверен Пусть будет сюрприз Конечно, это будет мальчик, точно такой же, как я И нужно будет всё пройти по-новой От физкультуры, украденные завтраки Необходимость танцевать и петь Я король геев под музыку Like a virgin А так, конечно, песня через 11 лет будет другая С учётом этого я решила рожать в частной клинике О, блин Это обойдётся примерно в 6 тысячи Но я же безработный Мама с папой дадут половину, а нам надо найти остальное Понял Три тысячи фунтов Бог ты мой Больше, чем обогреватель и диван вместе взятый Надеюсь, он будет умный Я не готов платить три тысячи за идиота Как идут поиски работы? Значит, неплохо Вот, думаю, сменить сферу деятельности Как именно? Преподавать английский, как иностранный Разводить собак Что-то другое, более интересное Да, конечно Естественно, будет здорово, если ты будешь счастлив Но это сейчас не самое главное Нет, конечно нет Я слышала, Фаррелс набирает в отдел урегулирования убытков Может, стоит попробовать? Да, отправлю им резюме Урегулирование убытков Это моя тема Вся моя жизнь сплошное урегулирование убытков Так, Корриган, нужна работа Ты мужик с кучей обязанностей Так что очень быстро заглянем в Фейсбук На секундочку в Ютуб И потом отправим резюме в страховую компанию Блин, почему он не шумит? О нет, блин, почему я не сделал бэкап? Я же всегда делаю бэкап Слава Богу, я вышел из деловых тайн фараонов Привет Дребаный комп накрылся О, мне так жаль Это так ужасно для тебя Иди сюда, иди сюда Обнимашки? Бедняжка Ты в порядке? Это экстази? Ты же не подсел опять на экстази? Я влюбился, Марк В прекрасную Елену Не хочу искушать судьбу, но думаю, что все будет просто прекрасно И это будет навсегда Я рад за тебя Ты не понимаешь, Марк, я понял, что все есть лишь замена влюбленности Чтение выступлений на Олимпиаде, поиски работы, работа врачом И мне не нужны больше все эти замены Елена, моя настоящая родственная душа Не правда ли примечательно, что из трех миллиардов женщин в мире твоя родственная душа так удачно обнаружилась в том же доме? А не, скажем, в какой-нибудь деревне в Мозамбике, например Ну, кто знает, как все это работает Здесь действуют силы вне нашего понимания Ничего подобного Как там сказал Шекспир? Он много чего говорил, Джереми Он типа сказал что-то о том, что происходит больше всего, чем то, что мы можем видеть своими глазами Это не точно цитата Да, ну Короче, я скажу Елене, я люблю ее Сегодня прям за ужин Зачем рисковать? Вдруг не ответят взаимностью? Что ты везде пихаешь сомнение и неуверенность? Ты какой-то религиозный фанатик напрягов Жизнь такая, сынок Я стал на пару грамм легче Хороший офис для благотворителей Интересно, те, кто жертвует деньги, знают, что они идут на такие жирные кресла? Привет, дорогая Готова? Боже, не то слово «готова» Здесь сегодня просто жесть целый день Питер Ух ты, обычно слышат чьи-то сколешь про работу, имейлы, встречи И Питеров ужасно скучно, но теперь мне интересно Я так понимаю, что Питер великий задрот, да? Именно Чего я так нервничаю? Чувствую себя как на экзамене Но на важном экзамене Я никак в универе Ржаной хлеб такой вкусный Может, СМС-ку ей послать? Я тебя люблю Это романтично? Или это такая же хрень, как все эти дурацкие песни про любовь к моркови? Ты не голодный? Очень голодный Пора начинать, погнали Хлеб, правда, классный, да? Такой вкусный Я очень люблю тебя Кстати, Марк недавно купил зерновой хлеб Я ела лучший зерновой хлеб в жизни, когда жила в Хастингсе Ммм, какая интересная реакция Она слышала? Может, заглотнула? Типа, когда засовываешь таблетки в собачью еду? Джереми, мне нравится, что ты любишь меня Но все сложно Я сложный человек, и мне нужно... Извини Да, нет, ничего, отлично Просто уточняю, ты, значит, не любишь меня, да? Все очень сложно Это как кубик Рубика, типа того Считаешь меня никчемным? Кое-кто думает, я никчемный, ленивый, слишком много говорю Я слишком много говорю? Может, заткнулся? Это ни при чем Я эгоист, да? Нет Ну, может, немножко Но я правда думаю, что ты один из лучших людей, кого я встречала Кольц унимаешь? Ясно Я эгостичный ублюдок, я знал Нужно было пахать ее 10 минут вместо стандартного меню на 5 Алакард, нужно было выбирать Алакард Хватит шаркать, Джереми Привет Ты в той же одежде, что был вчера? Да, я и не ложился Слушал музыку и много плакал О, блин, очередное увлечение Положить ему руку на плечо? Нет Нет, это станет прецедентом Ладно, я в Хастингс Хастингс? Да, там есть пекарни, где бегут любимый хлеб Елены, зерновой Поеду, куплю ей батончик Ты поедешь за хлебом в Хастингс? Да, это жертвенный поступок Хастингс это типа хрен знает где, типа в Кенте Или какой-то заднице Сассекс Я стараюсь быть меньше эгоистом Делать больше альтруистического, чтобы доказать, что достоин любви Елены Меня пугает, что ты, похоже, немного вспятил Ты явно никогда не влюблялся, Марк? Нет, влюблялся, как ты смеешь говорить, что я никогда не влюблялся? Так, всё, мне пора до встречи И всё потому, что я никогда не был в Зимбабве, чтобы купить какой-то сраный кекс Отлично Мне чинят компьютер бесплатно и можно ещё на задницу Добби поглядеть Просто мечта Чайку, работяги? Двенадцать кусочков сахара? Двенадцать кусочков, любимая Мы дурачимся Признак того, что всё снова абсолютно нормально Боюсь, твой комп накрылся, Марк Что-то с жёстким диском Блин, а мне нужно резюме отправить на эту грёбаную работу, что Софи нашла Безымянный офисный планктон Безликий офисный андроид Марк Бот 3000 Да Мне пора идти, но приходи завтра на нашу историческую прогулку, сможешь взять комп-джен на время Спасибо, как твои дела? Сис-админ, есть сис-админ, Марк, неважно, где я работаю Я везде на коленях, и всякие извращенцы пялятся на мою задницу Не извращенцы, это признание А кстати, вот работка для тебя, исторические прогулки, эта работа тебе подойдёт Исторические? Это невозможно Я бы с радостью, я бы с радостью там работал, но в реальности такое невозможно Ты просто не хочешь, чтобы это было возможно в реальности Не хочешь быть счастливым, переживаешь, что это кончится, и тебе будет ещё хуже Психолог-любитель, но в целом довольно точно Слушай, я возьму нам бесплатные билеты, и ты увидишь одного из наших ребят в деле, идёт? Да Пока, Марк Старушка Добби Отдушина для закомплексованных мужиков Хотя, наверное, лучше никогда не говорите этого Я привёз тебе твой любимый хлеб, зерновой Прекрасно Спасибо И я взял трюфельного масла, чтобы капнуть прямо так сверху на батончик Все любят трюфельное масло Вина? Давай Я был в грёбаном Хастингсе В Кенте Как на работе? Я останусь без работы, и вообще всё пошло наперекосяк Наш сисадмин нашёл кое-что Нехорошее, что я скачивала на свой комп Нехорошее? Ты чё, про порнуху, что ли? Жёсткий порно? Да Ты смотришь порнуху на работе? Бывает иногда Я не говорила тебе, боялась, что напряжёшься Да чё тут напрягаться, это клёво Ты, это, ну ты это, типа, когда смотришь? Мастурбирую Блин, как круто Что мне делать, меня уволят Я придумаю план, как разобраться с этим, но сначала давай Прямо сейчас займёмся твоим хлебом с этим маслом Так мило, ты съездил в Хастингс, чтобы привезти мне хлеб Ты смотришь порно, ты смотришь порно, это просто крутотень И? И? Да Блин, это хорошая идея Когда Митлов пели, я на всё пойду ради любви, но не на это, может они как раз об этом? Я довольно занят, так что... Да, 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 я пойду по плану, давай план И, как я сказал, я пришёл за Еленой, и вы видели меня, но... Угу, угу Но потом она куда-то отошла позвонить, и именно в этот момент я загрузил и просмотрел запрещённый материал, найденный на её компьютере Была интересная картинка, но вы меня понимаете по-мужски Вы? Да, я быстро начинаю скучать, но Елена здесь ни при чём, и я... Ну, я сожалею Посылка доставлена Ясно Хорошо То есть мы всё разрулили? Отлично Не совсем Я не очень уверен, что верю во всё это Мистер Осборн, зачем вам было делать всё это здесь? Блин, так задействуем ядерное оружие Знаете, Питер, честно говоря, я... Я сексоман Дрочу 10, бывает 12 раз в день, даже... даже 15 15? Да, и даже больше Это болезнь, дрочильная болезнь Так, ещё разок, ну удачу У меня дрочильная болезнь Слушайте, мне очень нравится Елена, и я не хочу её терять Поэтому я, скажем так, усомнюсь в своих сомнениях Ясно Извините, я не понял Допустим, я вам верю Нет, шикарно, то есть к ней нет вопросов? Круто, спасибо, чувак Мой гениальный план сработал, я набрал очки у Елены Я принял на себя дрочильную пулю Этот день может стать для нас особым Наша годовщина обвинений в дрочилове на порнуху Они поднимались по лестнице Эти мерзавцы, эти воры И резали кошельки убийцы Он классный, да, один из лучших у нас Проводит эту экскурсию по следам Джека Потрошителя Естественно, район Уайтчепл Весь связан с Джеком Потрошителем Жалко, что их всех не было рядом В 1888-м его бы схватили, наверное Она знает, это был 1888-й Мало кто из женщин это знает Кейшет Слышали, как скрипят их фиолетово-белые шеи Когда они раскачиваются в ареи Большое спасибо Возомнил себя великий Да он просто паш на карете истории Такого не было Он передергивает факты Единственные публичные казни в то время были в Тайберне и Ньюгейте Он немного приукрашивает, делает историю более увлекательной Почему все должно быть увлекательным, чтобы цениться? Крик и Уотсон придумали спираль ДНК Они при этом были на скейтборде Нет? К черту их! Это не увлекательно Надеюсь, вам понравилось Не уверен, что вы были корректны в рассказе о казнях Честно говоря, если выбирать между правдой или мифом, я за миф За легенду Именно это единственная история Полагаю, вы безработный актер Типа работающих с фотографами в замках Одна серия в каком-нибудь сериале И потом девять месяцев в костюме Томаса Мура в лабиринте Нет, я этим зарабатываю Два часа в день и остальное время твое Сегодня утром я был в Национальной портретной галерее Потом обед и сон Сейчас пойду выпью пивка Ого! Музей, обед и сон Музей, обед и сон Великая троица Добби, думаешь, ты сможешь рекомендовать меня экскурсоводам? Это в моих силах, да Я поговорю с Джен, ты и понравишься У тебя аккуратная прическа Ага, 30 лет игнорирования моды, наконец, оправдались Лошадиные скачки, просто шоу уродцев, да? Посадить семерых мужичков на лошади И заставить гоняться друг за другом По-моему, это омерзительно Их никто не заставляет Ну да, с кашем нравится, что ли? Как слонам нравится балет танцевать? Это эксплуатация, Марк Ты что делаешь? Разработку для экскурсии «Деловая история» и «Стенд» Я в восторге, Джесс Просто в восторге, что это может стать моей работой Хотя есть и проблема в виде Софи Лежачий полисейский При тормозе впереди дети Точно Она хочет, чтобы я пошел в урегулирование убытков Чтобы она смогла рожать в каком-нибудь жирном, навороченном, дорогущем роддоме Да пошла она в жопу, это же твоя мечта Мы оба живем мечтой Я влюбился в Елену Ты в прошляков В прошляков? Люди из прошлого Прошляков Ладно, я вниз к Елене Настройщик кабельного придет А потом надо ее вещи забрать и в схемчистке Много дел Ты уверен, что она не использует тебя, Джесс? С тобой не обращаются как с жокеем любви? Нет, чувак, это все добровольно Моя работа быть влюбленным в Елену Это отличная работа И она теперь почти наверняка влюбилась в меня Ведь я закрыл ее от драчильной пулы А тебе вообще не было стыдно рассказывать незнакомцу, что ты какой-то очумевший задрон? Ну, было немного стыдно и неприятно Но оно того стоило за Елену же Кстати, я глянул ту порнуху, блин, суперская, у нее отличный вкус Я мало видел порнухи круче этой Как обычно все? Мужик с мертвыми глазами трахает тетку с мертвыми глазами в мире отчаяния и боли? Нет, там супер Типа все, как она любит Телка с телкой, с другой телкой, с чуваком на складе Ух ты, секс в четвером на упаковках соли для посудомойки, ты прав Это самое эротичное, что я могу представить Я тут подумала, Марк После твоего звонка, сильно задумалась О чем ты можешь думать о дурманенной плаценте? У тебя же все мысли об одном Не хочу, чтобы ты отторгал нашего ребенка И когда наш ребенок будет смотреть на тебя Хочу, чтобы он видел счастливый пример для подражания А не андроида с серым лицом и скучными глазами Ненавидящего свою работу сижу Надо позвонить папе И я решила, что ты должен соглашаться на эти экскурсии Забудь про страховую компанию, воплати свою мечту, сделай это Блин, теперь меня ничто не останавливает Но справлюсь ли я? Может, лучше оставить это хорошей идеей, типа частной финансовой инициативой? Только бы это оказалось действительно хорошо Это как сон, ставший ядью Но боюсь, чтобы это не оказался сон, когда я голый, вперед туалетом, на улице Все получится, не волнуйся Но это же ведь он, да? Мой большой шанс Я могу начать снова и делать что-то интересное после многолетней ужасающей скуки Но тебе нужна какая-то фишка Не что-то большое, но, может, костюм или типа того А как насчет образа Шерлока Холмса? Ну, Холмс, это, конечно, круто, но я не уверен, что хочу костюм Можешь зато часто говорить элементарно Ага, но он никогда не говорил так Нет, говорил, это всем известно, это элементарно Заткнись Ты можешь просто быть с трубкой? Да, и, конечно, это будет черная глиняная трубка, не мифическая, деревянная Да, но ты не так будешь выглядеть без подходящей трубки Шерлока Холмса Не настоящей трубки Шерлока Холмса Марк, а ты что, Шерлок Холмс? Нет Слушай, я подумаю про трубку, но я не хочу слишком отвлекать от содержания Нужно что-то уникальное, и это я А не парики и фишки прибамбасы Просто рассказ, как все было на самом деле Ладно, я пошла Это забираю Блин, а я... По-моему, я не стер, что смотрел Кстати, Добби, ничего, если этот ноут побудет еще у меня? Извини, Марк Джен хочет, чтобы я установила дополнительную память Увидимся завтра на экскурсии Капитан История Черт, если она найдет ее, всегда можно сказать, что смотрю порнуху ради прикола Усы обои, это ведь прокатит? Джесс, проблема дружище Опять яйца? Нет, не яйца Добби забрала компьютер ее босса, а я, по-моему, не стер Порнуху, которую ты рекомендовал Я не рекомендовал, я тебе не тайм-аут Нет, рекомендовал, и пять звезд ей дал А ты не стер ее, да? Не помню, может и стер Всегда серая, Марк Разрядил свою опушку, стирай порнушку, все, рифма такая Короче, я подумал, ты мог бы сказать, ну, если Добби найдет ее, что это ты ее смотрел? Хорошо? Нет Да ладно, Джесс, с Добби все тоже прокатит Мне это не нужно, и, блин, если Джен ее найдет, мне конец Аккуратно у меня прическа или нет? Закрой меня от дрочильной пули Я не хочу получить вторую дрочильную пулю, я что, тебе дрочильный щит? Ясно, я понял Значит, за Елену дрочильную пулю принял, а за меня нет Десять минут с ней стоит десяти лет со мной Ну... Тогда, значит, считаем нашей дружбе конец Чувак, не петушись Я не петушусь Но петух точно пропел Трижды Ты о чем вообще? Это значит, ты предал меня Это новый завет Ты петушина Вот, держи, спасательная трубка, если потребуется фишка Спасибо, думаю, фишек предостаточно Добби, насчет компьютера, который ты мне давала Ты про джазовые фильмы, которые там были? Ты нашла их? Ты не удалил их из загрузок Мне не нужно было быть Холмсом от порнухи Не волнуйся, я их убила Надо было сказать мне, Марк Знаю, извини Слушай, ты мужчина Мужчинам необходимо смотреть, как подсаженные на героин показывают свои гениталии за деньги Это у них у всех в программу заложено В смысле, это стыдно и отвратительно, но не больше, чем текстильная промышленность Да Спасибо Боже, ты прелесть Я бы точно съездил в Хастинг за хлебом для тебя Блин, я бы даже вышел в Остенде за вафлями Троих я уже потерял Трое заскучали Мне похоже, чтобы они сильно увлекались гугенотами И тут еще этот Джен, синий чулок, отмечает все мои ошибки, сбои и неумение держать себя Ну что, как вы? Да не очень естественно У меня шесть слушателей, трое из которых похожи на секс-туристов Итак, это бывшая часовня гугенотов, превращенная в синагогу в 1870 году для евреев голландского происхождения Кто-нибудь знает, чем в основном занимались евреи из Голландии? А где Джек Потрошитель убил свою первую жертву? Блин, доставало Никто? На самом деле, с сигарами и огранкой алмазов, что давало повод для шуток про... Он убил ее неподалеку отсюда, да? Боюсь, у нас в основном деловая история, сэр Так он никого не убивал поблизости? Да, да, убивал, вы правы, вон там, рядом с фотомагазином У них, наверное, и фото там вывешено Извините, а вы вообще заплатили? А улица общая, где хочу, там стою Да, но вы воруете экскурсию И все здесь понимают, что вы ее воруете Тут все равно платить не за что, ты отстой Это катастрофа Это полная пешеходная катастрофа Извините, исторические персонажи Извините, прошляки Итак, хотя наш друг во многих смыслах вор Он подвел меня к следующему этапу нашей экскурсии Поскольку да, леди и джентльмены Игра началась Жестокий Джек на свободе Его жертвы лежат по всему Уайт Чеппел И нам нужно выследить этого злодея Но как? Ну, это элементарно Я продался Небольшая часть меня умерла Но знаете что? Большей части меня посрать Итак, Марк Очевидно, суховато в начале, скорее скучно Не нравишься ты мне, Джен Но к концу разошлись Для новичка вы очень впечатлили меня Спасибо, старая, добрая Джен И я свяжусь с вами по поводу следующих экскурсий Это было бы прекрасно Вы оставили файл на компьютере, который брали у нас Блин Правда? Да Пришлось посмотреть его, извините Это было ваше резюме на полный рабочий день в страховую компанию И я просто хочу убедиться, что вы действительно сможете работать у нас О да, однозначно смогу, Джен Это заявление в страховую компанию было просто страховкой Простите за каламбур Кстати, неплохой каламбур Закончили? Как он? Дерьмово Еще дерьмовее, но потом неплохо Супер, я чувствую вину, что я не пришел Я как начал встречаться с Еленой, не уделял внимания Марку Елена то, Елена все, постоянно Елена, 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 это неправильно В общем, Елена сказала, я должен прийти и помириться с ним Прямо здесь Он как раз сейчас с Джен разговаривает Так я могу удалить этот файл из компьютера? Да, пожалуйста Файл? На самом деле, этот файл не вина Марка Нет, Джереми, не нужно, правда? Это порно на вашем компьютере Джен, фильм с жесткой порнухой у вас на лэптопе, но он мой Я, в принципе, саксоман, дрочу 10, может, 12, 15 раз в день Это болезнь, дрочи на болезнь Это я загрузил, а потом я дрочил Так что вы уж простите, но руки не для скуки Извините, Джен, это же не вызовет проблем, да? Я позвоню вам, Марк Шикарно Первая помощь в жизни, которую я получил от Джереми И она напрочь разрушила мою жизнь Ты ж мой милый дебил There's a twist in the tale next And all will become clear in the IT crowd Coming next on 4 3. Sponsors